Повестка внепланового собрания ученого совета стала ответом на военную спецоперацию, развернувшуюся на Украине 24 февраля. Следуя примеру вузов, по всей стране руководство Казанского федерального университета подготовило официальное заявление, отражающее позицию высшего учебного заведения. Мы должны очень четко дать ответ, дать сигнал и нашим преподавателям, и студентам, которые сегодня, кто-то по незнанию, подписывают различные документы. Да, они имеют на это полное право как граждане Российской Федерации, но при этом они не имеют права подписываться как сотрудник Казанского федерального университета или студент Казанского федерального университета. Ряд мер, принятых во время встречи, будет направлен на поддержку студентов Казанского федерального университета. Кураторам групп с 1 марта повысят выплаты до 2,5, 3 и 5 тысяч рублей, а студентам, временно приостановившим обучение в связи с осложнившейся политической обстановкой, предоставят возможность закрыть академическую задолженность. Есть предложение ученым советам принять такое же решение, как мы принимали во время ковидной инфекции, распространение первой, что дать возможность, там формулировки соответствующие были, чтобы нам не сильно нарушать федеральный закон об образовании, дать возможность студентам, иностранцам еще раз пройти аттестацию с тем, чтобы мы могли их на законных основаниях оставить и проживать в общежитиях, и продолжать образовательный процесс. Временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский выразил беспокойство в отношении студентов, ставших распространителями провокационной информации. Он также призвал преподавателей провести с обучающимся ознакомительные беседы и напомнил об ответственности за участие в несанкционированных митингах и пикетах. Все сейчас находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Оно и так тяжело. Еще наложилось на двухгодичный психоз по поводу ковида. Поэтому, пожалуйста, будьте на постоянной связи со студентами. Пожалуйста, всех заведующих кафедры преподавателей попросите максимально тактично, максимально внимательно отнестись ко всем просьбам студентов, не отмахиваясь, не свысока, потому что сейчас любой даже окрик со стороны преподавателя может совершенно неадекватно быть воспринят. Пожалуйста, такт, внимание, профессионализм. Вот что от нас сегодня требуется. Напомним, что граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и столкнувшиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах страны. Информация о горячей линии в Казанском университете доступна на сайте вуза. Ариадна Кугушева, Евгений Алмазов, Фарид Захитаглы, Универньюз.